Трагические ошибки в сделках с недвижимостью. Процедура совершения сделки с недвижимостью идет в сторону упрощения. Сам процесс уже занимает не так много времени. Открытие аккредитива происходит примерно за 20-30 минут, подача документов 30-40 минут. А если документы на регистрацию подает сам банк или нотариус, то все оформление займет минут около 40. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Приоритеты с юристом Евгением Корсакином. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. В этом видео речь идет о простой сделке, без ипотеки и альтернатив, с одним продавцом и покупателем. Сейчас стороны могут встретиться в обеденный перерыв и завершить всю процедуру до его окончания, в конце выпив по чашечке кофе. Таких сделок становится все больше. Однако, как показывает практика, подавляющая часть все равно проходит в стрессе, с огромными потерями по времени, переделкой документов и дискуссиями между юристами, риелторами и сторонами сделки. Какую бы вы сделку не проводили, важно помнить о трагических ошибках, которые могут привести к потере денег, недвижимости, времени и здоровья. Разберем основные из них. Ошибки, которые совершают участники сделки с недвижимостью. Первое. Невнимательность. Это главная ошибка всех участников сделки. Бывает такое, что документы осмотрели все. Юрист, риелтор, нотариус, продавец и покупатель. А ошибка все равно в них присутствует. Важно, чтобы на сделке было ответственное лицо, которое не будет полагаться на других и выверит все очень тщательно. Второе. Пропажа документов. Каждый участник сделки должен отвечать за свои документы самостоятельно. Бывали случаи, когда продавец выезжал на сделку и в самотохе оставлял оригиналы документов без присмотра. И они исчезали. Если еще пропадет и паспорт, то дело совсем плохо. Таким комплектом легко могут воспользоваться мошенники или недобросовестные участники сделки. Ошибка номер три. Подписание подложных документов. Продавец или покупатель могут внимательно все читать, находить ошибки в договорах, активно участвовать в самой процедуре сделки. Но в последний момент перед подписанием им могут дать подложные документы, подменив настоящие перед проставлением подписи. Это могут быть другие условия сделки. Измененный счет получателя, адрес квартиры, изменение цены и т.д. Ошибка номер четыре. Юридические тонкости. Покупатели квартиры должны знать, что занижение стоимости в договоре – это риск. А продавцам следует понимать, что нельзя писать в договоре купли-продажи фразу, что деньги уже получены. Также нельзя отдавать ключ от банковской ячейки покупателю, так как он его может не передать обратно. Если квартира передается с имуществом, то в интересах покупателя составить опись этого имущества или заключить в отношении него отдельный договор купли-продажи. Стороны не знают всех тонкостей, поэтому следует обращаться к профессиональным участникам рынка недвижимости – юристам, нотариусам, адвокатам. Переходим к ошибке номер пять. Покупка квартиры без проверки. Покупатель недвижимости платит за нее большие деньги. Цена ошибки равна сумме израсходованных средств. Для многих это единственные большие деньги в жизни. Других скопить или заработать просто не получится. Их утрата может означать потерю многих лет жизни. Чтобы этого не произошло, не нужно быть скупым. Даже риэлторы и юристы, когда приобретают недвижимость, обращаются к другим узкопрофильным юристам в сфере недвижимости за помощью и пользуются их услугами. А за проверкой юридической частоты сделки вы можете обращаться ко мне. Я подготовлю юридическое заключение и дам рекомендации по сделке. А если вам потребуется полное юридическое сопровождение, мои контакты найдете в описании к данному видеообзору. До новых встреч!